Фамилия, имя, возраст, пол. Такие анкетные данные нам нужно заполнять, обращаясь во все государственные органы. Ведь все мы являемся частью какой-то статистики. В качестве работника мы можем относиться к категории индивидуального предпринимателя или сотрудника по найму. И так по каждому следующему пункту. Базы данных о миллионах жителей могли бы превратиться в тонну макулатуры. Но в веке информационным все это хранится в цифре. В 2015 году в Казахстане был принят закон, согласно которому в стране появился единый провайдер государственных услуг правительства для граждан. Созданный по типу Канада-сервис в Канаде и Сент-Инк в Австралии, он должен был объединить все Центры обслуживания населения и оказывать практически все виды государственных услуг. Путем реорганизации в новую государственную корпорацию, созданную в январе 2016 года, вошли Центр обслуживания населения Министерства по инвестициям и развитию, Центр по недвижимости Министерства юстиции, Научно-производственный центр земельного кадастра Министерства национальной экономики и Государственный центр по выплате пенсии Министерства здравоохранения и социального развития. Организация создана и работает вот уже второй год. И, казалось бы, теперь все станет просто и понятно. Однако не все так радушно. Недавно госкорпорации пришлось столкнуться с громким скандалом. Алматинка Анна Иваненко под ником Анна Дмитриевич опубликовала в соцсети пост с громким названием. Цоны разглашают наши личные данные без нас. Зайдя в свой личный кабинет на портале ЕГОВ, обнаружила, что на меня 4 октября были взяты справки. Справка из ЦОНа и справка о наличии недвижимого имущества. Но я таких справок не получала. Справки были получены без 15.08 вечера, то есть перед самым закрытием. В то время, когда я находилась на учебе. То есть я физически не была в этом ЦОНе. Выяснилось, что сотрудница ЦОНа получила за жительницу Алматы две справки – адресную и о наличии недвижимого имущества. Впоследствии стало известно, что на гражданку запрошена и расширенная кредитная история. Якобы сотрудник Нурбанка должен был проверить данные при выдаче кредита на технику, когда некто, представившись ее именем и с копией удостоверения личности, хотел оформить в рассрочку два смартфона. Кто была эта женщина и почему ЦОН все же выдал данные без согласия Алматинки, все еще выясняют. Теперь уже правоохранительные органы. Мною было подано заявление в правоохранительные органы по 147 статье Уголовного кодекса на сотрудников ЦОНа, которые получили справки на меня. Дальше мною будет подано заявление по той же статье 147 за незаконный сбор информации обо мне на Нурбанк. И потом уже в судебном порядке тоже я буду предъявлять иск и к ЦОНу, и к Нурбанку. Вместе со своим юристом Олегом Черновым Анна намерена выяснить правду. Ведь инцидент обрастает все новыми подробностями. Аналогичные данные в одно и то же время были получены и на ее знакомого. Потерпевшая, помимо того, чтобы наказать виновных, намерена получить и моральную компенсацию. Сумма, по словам ее адвоката, будет иметь 6 нулей. В правительстве для граждан разборки начались с увольнений. Непосредственно оператор ЦОНа, а также руководителя отдела Алмалинского района. По собственному желанию ушел директор департамента ЦОНа Алматы. А кроме того, министр информации и коммуникации лично поручила объявить выговор заместителю председателя госкорпорации Асим Гуль Балташевой, которая курирует Центры обслуживания населения. Это очень сильный, я думаю, такой шаг с той стороны, что все понимают меру ответственности. Потому что мы не должны потерять доверие граждан к Центрам обслуживания населения. Я думаю, что эта мера позволит всем собраться и еще раз все проанализировать. Между тем, в отличие от резонансного случая со справками Анны, которые назвали исключением, у населения возникает множество других проблем с государственными услугами. В аналог истории ЦОНов уже остались несколько случаев, когда казахстанцев безвременно причисляли к умершим. Им приходилось через суды доказывать, что они еще живы. А истории со штрафами так вообще не счесть. Граждане жалуются на то, что, к примеру, не получают вовремя информации о нарушении правил дорожного движения. Письмо счастья доходит до получателя только после истечения сроков об обжаловании, и адресантом его является уже судоисполнитель, который, к слову, получает при таком раскладе 25% от суммы к оплате. В случае неоплаты риск оказаться в стоплисте на границе. Я не получал уведомлений ни о штрафе, ни о судебном исполнительном производстве, вообще ничего. Ни физически по адресу проживания, я проживаю там, где прописан, ни по электронной почте, которая официально числится в моем кабинете ЕГОВ, ни по мобильному телефону, ни по рабочему телефону, никогда никаких. Между тем, налоговая задолженность может обернуться блокировкой расходной части личных банковских счетов. Другими словами, человек может годами не знать о своих каких-то неуплаченных налогах или других платежах в бюджет. И в один прекрасный момент все его счета могут оказаться под арестом. Почему я поднял этот вопрос? Потому что я почувствовал, увидел, что эта проблема очень большая, глобальная. А заключается она в том, что такие новые автоматизированные цифровые сервисы не доводятся до ума. И связь между разными базами данных тоже не отлажена. Соответственно, когда эта связь не отлажена, при передаче какой-то информации возникают такие вот ошибки. Это очень большое хозяйство. Очень большое. Точные данные я вам по определенным причинам не могу сказать, но это сотни серверов. Это петабайты данных. Занимаются обеспечением работоспособности и безопасности сотни. А сейчас уже больше тысячи сотрудников. Ежегодно у нас пользуются услугами ЕГОВ больше половины граждан Республики Казахстан. Технической поддержкой интегрированной базы данных занимается АО «Национальные информационные технологии». По данным службы безопасности компании, только за последние три месяца IT-специалисты предотвратили 340 тысяч информационных атак на серверы госорганов. Правда, на техническом обслуживании полномочия предприятия и заканчиваются. Оно занимается лишь хранением и передачей в уполномоченные ведомства той информации, которой располагают. А в каком объеме она поступает и как получить ответ от госорганов, в АО «НИД» не знают. Круг снова замыкается на правительстве для граждан. До сегодняшнего дня ни одной информационной системы государственного органа не находится в виде государственной корпорации. То есть мы являемся пользователями информационной системы. Основные государственные базы данных находятся в любом случае в виде различных министерств. Но когда происходит какое-то несоответствие, вам нужно запросить данные, вы делаете соответствующий запрос или нет? Нет, потому что запрос должен разбираться непосредственно сам гражданин. Потому что там надо будет доказать, действительно ли данные не соответствуют, либо некорректны. То есть случаи, допустим, разные. Но при этом, несмотря на то, что в госкорпорации призывают и к персональной ответственности, все же работа по интеграции данных ведется полным ходом. Ожидается, что в скором времени поступит полная база от Министерства образования и науки, МВД, Министерства финансов и Минюста, в котором, к слову, оцифрована информация только за последние 10 лет. Это будут и налоги, это будут штрафы, это будут и образования, это могут быть и ЗАГСы. Вы знаете, что на сегодняшний день ЗАГСы только с 2007 года есть у нас база данных, то есть Министерство юстиции. Однако они работу уже завершают до конца, я думаю, в ближайшее время, то есть уже появятся сведения. Важность вопроса, в свою очередь, признают в Министерстве информации и коммуникации, которые курируют деятельность правительства для граждан. Это очень важный вопрос, вы поднимаете, абсолютно верно. Вопрос интеграции очень важен, потому что это позволит актуализировать базы данных всех. То есть все будут понимать, что в Министерстве образования, Министерстве внутренних дел, Министерстве здравоохранения одна и та же база данных, то есть данные все совпадают. Однако критику о том, что система все еще далека от совершенства, ведомстве считают не совсем оправданной. По данным Министерства информации, более половины стат данных о казахстанцах находятся в ведении госкорпорации. Лет 15 назад, когда создавались эти все базы информационные, никто не задумывался о том, что настанет время, когда нужно будет актуализировать эти базы данных и их объединить. Такой вопрос сейчас встал, и поэтому мы эту работу ведем. Я думаю, в течение определенного времени, я не думаю, что до середины следующего года мы, думаю, закончим. Больше 50% базы данных мы уже интегрировали. Эту работу мы продолжаем. Потому что это больше связано с техническими нестыковками баз данных. Правда, такие случаи, как, например, истории Анны Иваненко, на технические нестыковки уже никак не спишешь. А ведь сколько людей даже и не подозревают, кто и зачем собирает сведения о них. Некоторые, даже узнав о таком, могут просто махнуть рукой. Исключением этот случай можно назвать лишь потому, что героиня решила идти, как говорится, до конца и наказать всех виновных. Правда, выявить всех виновных вряд ли удастся. Потому что нет никакой уверенности в том, что другие сотрудники других цонов не позволяют себе получать сведения о гражданах без их ведома. А таких цонов в стране как минимум 350. И работают в них порядка 20 тысяч людей. КОНЕЦ